Не только кнутом, но и пряником. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению нетрезвых ездоков. За первые 7 месяцев 2017-го пойманы и наказаны более 960 таких нарушителей. Но на этот раз дорожные полицейские не штрафуют, а убеждают, что пьянство за рулем – дело опасное и самонадеянное. В ходе акции сотрудники ГАИ останавливают автомобили. Водителям дарят наклейки «Автотрезвость» и памятки с подробной информацией о том, что грозит за нарушение сухого закона за рулем. За управление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения водительского удостоверения от полутора до двух лет по решению суда. Для закрепления информации каждому водителю предложили пройти тест. Вам нужно надеть вот эти очки и дойти до меня и попасть мне по руке. Пьяные очки искажают восприятие пространства и нарушают координацию движений человека, точь-в-точь, как в состоянии алкогольного опьянения. В них с этим простым заданием справиться практически невозможно. Какое-то раздвоение просто-напросто и плохая ориентация очень. А каково в таком состоянии управлять автомобилем? Да еще и на скорости. Ведь в отличие от имитирующих его очков, состояние опьянения в одно мгновение снять не получится. Уверенный в себе, пьяный водитель может причинить вред окружающим. Самые страшные ДТП, как правило, происходят именно по вине таких ездоков. Водитель, находясь в состоянии опьянения, просто не в состоянии вовремя среагировать на сложившую ситуацию, не в состоянии вовремя затормозить. Как показывает практика, вчера произошло ДТП, когда водитель, также находясь в состоянии опьянения, просто не смог войти в поворот и после чего вылетел с дороги. Вождение и алкоголь несовместимы. Чтобы обезопасить себя, своих близких и других участников дорожного движения, нужно всегда трезво смотреть на дорогу. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.